Эх, ребят, как же я люблю этот Амунейшн, а? Так, метать на крыльги. Сейчас нам всё бесполезно брать, берём только броник, потому что на миссии стрельбы по... А, кстати, а что будет, если второй взять? Ты не можешь купить ещё один броник. Ну, логично. Логично, понимаете, если бы он мог купить, то это была бы уже комедия, нет. Так, вот здесь можно делать бесконечный... Видишь, как мои дамочки, молодцы вообще. Вот так вот тренируются для будущей семейной жизни. Так, машину не угнали. В общем, у нас, я говорю, что всё... А, сейчас, давай сразу покушаем. Как говорит Альберт, категория Е. Короче, всё отберут, оставимся мы только с ножом. То есть, фактически, в чём мать родила. В этой нашей предстоящей миссии по стрельбе по кораблю. Так, машинку мы нашу не кокаем. Кстати, напоминаю, друзья, кто не знает, у меня ещё до 95-го года была такая игрушка с такими фарами. Она, причём, была сделана в моей же Ишкарале, на таком толстом проводе управления. Она у меня сейчас хранится, её можно реанимировать. И у неё вот так вот глазки выставлялись. И я помню, я сидел и мечтал, просто думал, если бы я увидел такую машину здесь, вот с такими глазками, выставляющимися, подумал бы, я просто, я не знаю, в какой степени я был бы вообще счастлив. То есть, да даже словом счастья, словом оргазм, не описать вот этого ощущения, понимаете. Я вот... 2, 3, 4, 5. Понимаете, вот именно это ощущение, когда я шёл в детстве и предвкушал, что меня ждёт дома новая игрушка. Или вот что вот... Я представлял, что я увижу такую реальность, вот такую машину с глазками, вот так вот открывающимися на улице. Вот это просто ничего не передать. И, кстати, друзья, мои умные зрители, мои умные зрители, скажите, по-моему, ведь это какая-то, видимо, одна была марка, может быть, это Lotus с вот такими фарами открывающимися. Просто вообще это и в те времена встречалось нечасто. Может быть, это фишка какой-то одной машины. Ребята. Так. Значит, хорошо. Смотри-ка, смотри-ка. Вот это какое-то старое предприятие, друзья мои. Вот это. Ладно уж, раз понеслась жопа в рай, раз уж пошла такая... А, это трамвайное депо. Это трамвайное депо. Да. Никаких проблем, ребятки. Едьте своей дорогой. А, это... Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова